Всем привет, меня зовут Максим Ипихин, я представляю официальное русскоязычное сообщество по GameGuru и в этом видеоуроке мы продолжим рассматривать систему денег, рассмотрим имитацию покупки, соответственно, приобретение оружия, например, и трата денег, соответственно. И давайте для начала создадим Trigger Zone, она у нас будет располагаться здесь. Не то. Так, все, нам нужна квадратная область. Так, примерно такая. И давайте, ну, конечно, неровная вышла, но что поделаешь, ну, тут уже получше. Итак, для обозначения, что это действительно какая-то область, мы давайте добавим какие-нибудь ограждения, может, какие-то другие опознавательные моменты. Так, ну вот у нас есть заборчик, это уже хорошо. Давайте сделаем забор. Наверное, здоровый сейчас будет. Вот. Scale. Да, мы сделаем его так. Стрект. Что нужно еще, вот сюда скопировать его. Так, ну вот, все область есть у нас. Теперь мы добавляем наш Player Start. Что, что думаешь? Так, все, добавился Player Start. Вот так вот. На триггер-зону нашу вешаем предыдущий скрипт. Скрипт маны, который мы сейчас с вами будем переделывать. Но он у меня уже чуть-чуть переделанный. Так. И давайте добавим какое-либо оружие. Ну, давайте тогда уже, раз уж на то пошло, добавим какие-нибудь бочки. Точнее, боксы, чтобы разместить туда оружие. И я думаю, что было бы разумно разместить вот такой вот бокс. Так, давайте. Окей. Размещаем тут. Extract. Делаем как-нибудь вот так вот. Ну и закончим вот тут. Все. Теперь добавляем, соответственно, оружие. Потому что у нас сейчас основное действие будет происходить с ним. Давайте для... Скрипт пока не нацелен на тонкую настройку оружия. Чтобы какое-то оружие стоило дороже, чем предыдущее. Поэтому... Вот так мы сделали. Этот удалили. Все. Теперь переходим к редактированию скрипта. Вот у нас маны луанаж. А здесь мы все время выводим, как и в прошлый раз, количество денег. Плеер дистанц получаем. И вот тут пишем новое условие. Если G-Entity-E, то есть наша триггер-зона, плеер inZone соблюдает свое условие, равное единице. То есть, если игрок находится в нашей зоне, на которой повешен скрипт, тогда глобальный переменный inZone, который мы прописали вот здесь, inZone, вместе с currentMoney, равна единице. Иначе равна нулю. То есть, в зоне, не в зоне. Эта переменная специально нужна, чтобы к ней можно было обращаться через другие скрипты, поскольку через player inZone просто так не обратишься. Так. Теперь, в принципе, у нас есть условие, по которому, ну, что мы входим в область. Давайте мы добавим тот элемент, который будет давать нам деньги. А давайте тогда это и будет наша зона. То есть, пускай, если мы находимся в зоне, и в playerDistance даже не нужна нам дистанция. То есть, если player inZone, player inZone1, и если G inK проверим правильно, да, inK равно, давайте, наверное, даже E. Тут же есть забилденное E. Так. G, key, press, E. То есть, если мы находимся в зоне и нажали кнопку E, тогда тогда, уважаемые подписчики, мы будем добавлять наши деньги. Тогда current money плюс равно 100. Сохраняем. То есть, какие у нас сейчас действия? Если мы вошли в эту зону, тогда мы должны нажимать кнопку E, чтобы получать деньги по 100 за клик. И если наше количество денег меньше 500, и мы находимся вне области, тогда мы не можем купить оружие. То есть, мы его не можем поднять, мы его не можем. Давайте, тогда я вот лучше, знаете, как сделаю, чтобы это было намного нагляднее, чем это, кажется, сейчас. Мы возьмем пистолет. Один всего лишь пистолет. Но... Ой. Но мы возьмем другие оружия, чтобы мы могли различать, какое у нас оружие добавляется. Например, так. Например, снайперская винтовка. Вот снайперскую винтовку разместим на два ящика. Он даже идеально сюда вместится. Что ж, давайте теперь проверим это все дело и посмотрим, как работает наша игровая логика по покупке предметов. Также вы могли бы туда поставить свой НПС, который имел бы скрипт АИ натурал. То есть, он будет пассивный. И вы тогда смогли бы уже сделать такую имитацию магазина. Например, для своей Медевол игры или для какого-то зомби апокалипсиса. Какую-то торговую горячую точку. Да, я так и знал, так и знал, что мы пожалуемся на вот эти мои C+, C-шарф и такие как это назвать? Замашки. Давай, выходи из игры. Все, очень большой забор получился, но это не проблема. Давайте, у нас вот тут проблема. Проблема у нас здесь. У нас не может быть плюс, у нас должно быть CurrentMoney равно CurrentMoney плюс 100. Здесь, соответственно, CurrentMoney минус 500. И все, FunctionMoney и нет, нам ничто не говорит. она нам вовсе не нужна даже, но она должна быть в этом скрипте. Проверяем все End, которые здесь есть. Все поставлено верно, функции закрыты правильно. И давайте проверять. Теперь проверим, на что он будет жаловаться, если сейчас какие-то возникнут ошибки в нашем скрипте. Они, наверное, возникнут, поскольку он жаловался, что NoMainFunction is called. Мы посмотрим, куда, на что и почему. Но сейчас он этого не выдал, поскольку мы исправили все ошибки. Итак, сейчас мы находимся вне триггера нашего. У меня немножко подлагивает. Это нормально. Давайте я занижу все наши шейдеры, все занижу. У нас, кстати говоря, новые эффекты появились, которые мы все убираем. Они нам вовсе не нужны. Нам не нужны никакие тени сейчас. Ничего не надо. Так. И все. Ну, получше. Уже ничего не лагает. Графон, конечно, стал такой олдскульный. Видите, это вообще прям беда-беда вообще. Но смотрите, я сейчас нажимаю E, у нас ничего не происходит. Теперь я вхожу в зону и нажму кнопку E. Мне добавилось 300 монет, поскольку у нас там обработчик E не имеет задержки. И видите, я подхожу к оружию и мне не говорят, типа, эй, братан, давай бери оружие, ты можешь его взять. Я его не могу взять. Теперь я нажму еще раз E. Видите, я действительно его не беру. Теперь у меня стало 500 монет. Так, и что-то он опять не берется. Так, денег у нас уже много. Так, ну давайте тогда может быть он на кнопку может жаловаться. И на кей равно равно, равно равно, но давайте не используется, L. Условия вот такие. Здесь мы прописали, если находится в скрипте в эпоху на самом 4-й строчке, если находится в зоне. Только in zone равно единице, это я ошибся вот здесь. И current money больше либо равно 500. Все, теперь все правильно, и мы будем нажимать кнопку L для проверки нашего скрипта. Что ж, я на самом деле совершил маленькую глупость, когда редактировал скрипт и написал, чтобы игрок не находился в зоне и при этом еще имел 500 рублей, когда я оружие поместил в саму зону, чтобы его взять. да, не без ошибок, конечно же, но что поделать. Вот видите, я сейчас не имею денег и мне не предлагают его взять. Я нажму кнопку L. Вот видите, у меня 600 монет, 600. Я предлагаю взять снайперскую винтовку, вот я беру снайперскую винтовку. Странно, почему взялось оно. Давайте еще добавим денег. Я не хочу брать УЗИ, я хочу взять снайперскую. Да, это просто наведение мышки было не очень правильное. Ошибки в этом нет. Вот, винтовка взялась, деньги потратились и соответственно мы опять ничего не можем купить. Что ж, это я сегодня вам показал как сделать свой самый простой магазин. Я хочу на этом слове остановиться, поскольку сложность того, что вы можете сделать сами, она безгранична. И вы, например, можете через такой же скрипт вот видите вепонейм. Вы можете вепонейм проверять и назначать каждому вепонейму свою цену. Как это сделать, я надеюсь, вы разберетесь сами. Здесь ничего сложного нету. Просто нужно проверять на то, на что вы навели. Видите вепонейм е и пожалуйста, если оно равно тому-то, тогда current money нужно ставить условия больше. Это я вам сейчас сделаю такую подсказку. На этом все. Спасибо всем за внимание. С вами был Максим Епихин. Я представляю официально русскоязычное сообщество по Game Guru. И в этом видеоуроке вы научились создавать свой магазин, систему покупки, систему траты денег и приобретения каких-то предметов за счет траты денег. Что ж, еще раз всем спасибо за внимание. Удачи вам в разработке. Подписывайтесь обязательно на канал, ставьте лайк. Все это делается безусловно для вас. Ждем вас также в своей группе, чтобы вы там общались, задавали какие-то вопросы, комментировали обязательно записи в группе. А также будем рады, если вы будете посещать наш сайт и покажете, что действительно Game Guru и то, чем мы занимаемся на бесплатной основе, это для вас действительно важно и полезно. Еще раз спасибо всем за внимание. Всем пока.